Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Василя. Сегодня я хочу вам показать, как вяжется узор жаккард. Мне очень нравятся такие корзинки, особенно когда сочетается несколько цветов. Корзинка очень плотная, хорошо держит форму. По дону корзинка размером 13,5 см, а высоту 10 см. Для вязания нам понадобится трикотажная пряжа шириной 7 мм и крючок номер 6. Также можно использовать другую пряжу, хлопковый шнур или полиэфирный шнур. Все по вашему желанию. Также мы научимся делать бесшовное соединение. Шва у нас нигде не видно, и вот таким образом она выглядит внутри корзинка. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Необходимо будет связать круг любого диаметра. Вот у меня круг из 6 рядов, и он у меня получился 13,5 см. Кто не умеет вязать идеальный круг, посмотрите подробный мастер-класс со схемой. Вместо вязаного донышка можно обвязать деревянное донышко. Только нужно учитывать, чтобы число петель при обвязке у вас было кратно 6. У меня есть мастер-классы по обвязке деревянных донышек. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. В вязаном донышке ничего рассчитывать уже не надо, так как у нас ряд начинается с 6 петель, и далее у нас идет прибавка по 6 столбиков. Поэтому здесь у нас и так, и так, число петель кратно 6. Сейчас мы сделаем соединение и будем вязать первый ряд стенок. Вытягиваем петлю, заводим крючок под косичку, вытянули петельку, далее заводим крючок вот сюда, между двумя нитями, и с обратной стороны крючок вводим вот сюда, под перемычку. Накидываем петельку и затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы будем провязывать столбиками без накида. Крючок будем заводить, захватывая заднюю стенку полупетли, и крючок вводить под перемычку. Необходимо, чтобы у вас нить всегда выходила лицевой стороной, поэтому ниточку держим вот таким образом, бороздкой кверху. И при вытягивании у вас будет выходить лицевой стороной. Провязываем столбик. Далее под следующую заводим, вытягиваем на высоту с петелькой на крючке. Спасибо. и так провязываем до конца делаем соединение первого ряда вытягиваем нить заводим под косичку крючок вводим центр столбика вот сюда вот вводим крючок накидываем петельку и также затягиваем рабочей нитью вытягиваем петлю и провязываем столбик провязываем второй ряд и во втором ряду мы уже будем вязать узор вводить нить другого цвета и так мы провязываем галочками в раскол не забываем ниточку мы кладем бороздкой кверху и крючок у нас всегда должен входить строго по центру столбика и с обратной стороны он должен выходить всегда по центру вот здесь вот по центру столбика он не должен выходить в стороне вот здесь вот по бокам вводим крючок прямо по центру столбика провязали вводим следующий столбик по центру с обратной стороны он также выходит по центру вводим следующий столбик и сейчас мы будем уже менять цвет мы вытянули петлю и столбик мы не провязываем мы его провязываем другим цветом берем нить другого цвета и провязываем данный столбик следующий столбик у нас будет уже другого цвета вот эту ниточку внизу мы укладываем вдоль вязания провязываем вместе и вот этот кончик также вводим в центр столбика вытягиваем здесь у нас будет столбик одного цвета вот такого поэтому далее у нас уже будет идти столбик мятного цвета поэтому мы здесь вот этот столбик провязываем уже не бежевой нитью а мятной вот получается у нас столбик идет и петелька над столбиком она такого же цвета далее мы провязываем столбик мятного цвета поэтому данная петелька будет такого же цвета вот таким образом должно у вас получится и далее после того как мы провязали столбик другого цвета мы провязываем 5 столбиков и уже следующий шестой столбик мы провяжем его бежевым цветом вот с этой стороны нить она у нас идет вот так вот вдоль вязания вот мы провязали 4 столбика и когда провязываем 5 столбик мы его провязываем уже нитью другого цвета и следующий шестой мы провязываем и также меняем цвет далее провязываем до конца точно так же через 5 столбиков меняем на другой цвет здесь в конце у нас останется 1 2 3 4 столбика мы провязали и вот здесь вот мы провяжем еще один столбик мятного цвета а перед ним будет столбик бежевого цвета довязываем до конца делаем соединение 2 ряда далее в третьем ряду мы уже будем провязывать каждого цвета по 3 столбика то есть вот здесь вот мы будем провязывать начиная отсюда 1 2 3 столбика бежевого цвета и перед ним тоже 3 столбика мятного цвета вот мы сейчас провязали 1 до провязываем еще 2 столбика не забываем вот эту ниточку мы ее уже подтягиваем кверху и здесь точно так же провязываем вместе провязываем второй и когда провязываем третий столбик мы уже меняем цвет и далее провязываем 3 столбика бежевого цвета провязываем 3 столбика бежевого цвета и точно так же снова меняем цвет и Провязываем 3 столбика. Третий столбик. И меняем цвет. И у нас получается вот такой вот уже узор. И далее провязываем точно так же. Провязываем третий ряд до конца. Вот я провязала третий ряд. И мы сейчас здесь делаем соединение. У нас здесь получился стык двух цветов. Далее мы вот здесь будем провязывать столбик бежевого цвета. Далее мятный. И необходимо будет не запутаться, вытягивать нить нужного цвета. Здесь мы делаем соединение. Так же заводим крючок в центр столбика. Накидываем петельку. Затянули. И далее, так как у нас здесь будет столбик бежевый, мы берем нить бежевую. А следующий столбик у нас идет мятного цвета. Мы берем нить мятную, провязываем. Ниточки не забываем, укладываем. Вытягиваем нить мятного цвета. И снова провязываем бежевый. И далее уже провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков бежевого цвета. Далее 1 столбик мятного цвета. И так чередуем, провязываем до конца ряда. Далее 1 столбик мятного цвета. Далее 1 столбик. Довязали 4 ряд. Здесь делаем соединение этим же цветом и провязываем столбик. Итак, провязываем 3 столбика еще. Ниточку мятного цвета мы уже обрезаем. Вот здесь провязываем столбик другим цветом. Поэтому соединение так же делаем другой нитью уже. Кончики укладываем. Здесь у нас 1 столбик молочного цвета, поэтому петельку вытягиваем и провязываем бежевой нитью. И далее провязываем 5 столбиков. Петельку. 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 Соединение делаем молочной нитью. провязываем также столбик не забываем менять цвет при соединении далее снова провязываем 5 столбиков и чередуем 6 ряд у нас будет провязываться точно так же как 3 7 ряд как 4 провязываем 5 ряд до конца и самостоятельно вяжем 6 и 7 ряд вот я провязала 7 рядов и теперь самый последний 8 ряд мы вяжем нитью бежевого цвета довязываем ряд до конца и затем мы сделаем обвязку теперь в конце мы делаем соединение и обвяжем по краю заводим под косичку вытягиваем петельку и заводим вот сюда вот между столбиками и данную петельку выводим вперед теперь заводим следующую петлю вот сюда вот между столбиками вытянули и провязываем соединительную петельку далее под следующую и так провязываем по всему краю сильно туго не затягивайте петли корзинка наша готова мне она очень нравится свяжите такую корзинку в качестве подарка своим близким родным друзьям я думаю они будут очень рады подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и вяжите вместе со мной